Сергей, здравствуйте! А можно анонимно к вам обратиться? Я являюсь футболистом клуба ФНЛ, но в этом году еще ни разу не платили заработную плату. Был один платеж, но это закрыли отпускные за прошлый год. Хотел бы узнать, можно это как-то осветить, чтобы руководство начало шевелиться? И как бы, пока сдвигов никаких не предвидится, руководство молчит и никакого диалога с ними нет. Вот такое письмо я получил на прошлой неделе. Я убежден, что таких писем будет достаточно много приходить. И будем говорить о том и констатировать то, что в российский футбол снова вернулась бедность. А я 10 тысяч пенсий получаю, 2 высшего образования. Получил пенсию, 10 тысяч. 5 тысяч на карте. На что я живу? Хобби столько доедаю. Самое страшное будет происходить не в РПЛ, где клубы договариваются с футболистами о снижении заработной платы, пока речь идет об одном-двух платежных периодах. А самое страшное будет происходить в ФНЛ и ПФЛ, где футбол, так я опасаюсь, может быть просто кремирован. Под вопрос поставленной реформой ПФЛ, все, что касается снижения количества групп, в которых играют команды с 5 до 4. И ситуация, насколько я понимаю, критическая. Многие в отчаянии. Ну вот как вот такая ситуация. Ничего смешного здесь нет. Просто я думаю, что в ближайшее время мы получим вал, вот если не таких анонимных писем, то, наверное, уже видеосвидетельств, вот как такое. Бюджет клуба ПФЛ составляет в среднем около 40 миллионов рублей. Государство там, насколько я понимаю, в ближайшее время будет резко сокращать свое присутствие. Государство будет становиться все меньше, и проблема в том состоит, безусловно, бюджетные деньги зло. Но проблема состоит в том, что условия для появления частного капитала в клубах ФНЛ и ПФЛ не созданы. Их частного капитала не так много, и кроме как приди в футбол, потрать свои деньги и получи геморрой, инвесторы частные ничего не получают. Соответственно, нужно лигам думать, как выходить на контакт с государством, думать о каком-то особой системе налогоблажения для спонсоров. И вообще, именно сейчас, как мне представляется, клубы, лиги и РФС должно задуматься. Сейчас есть время, не идут соревнования, есть время спокойно посидеть и подумать, что делать с футболом дальше, что делать с системой налогоблажения для спонсоров, какие, возможно, им преференции предложить, что делать с системой лиг, какие реформы проводить, и делать это спокойно, не торопясь. Как будет проходить рестарт сезона, я уже рассказывал в предыдущем ролике, в ведущей реплике, посмотрите его, пожалуйста, и там есть четыре варианта возобновления сезона, все подробно расписано, сейчас я на этом останавливаться не буду. Куда важнее та ситуация, которая разворачивается с переговорами футболистов и клубов, самая конфликтная в «Локомотиве», но это тема отдельного разговора, как мне представляется, там дело не в деньгах, которые и в сокращении зарплат футболистов, а дело в отношении футболистов с руководством клуба. Между тем, очень важно здесь сказать по поводу «Локомотива», то, что клуб имеет право вести такие переговоры, потому что есть соответствующее решение бюро и сполкома, рекомендовано найти компромиссное решение с футболистами, и второй вариант, те, кто сейчас говорит о том, что у РЖД много денег, я рекомендую просто посмотреть на данные падения грузоперевозок в марте и апреле, ну, свежие данные посмотреть, и посмотреть, какое количество отмененных поездов есть уже у РЖД. Надо договариваться, как договариваются и другие клубы, совершенно очевидно, что минимальное количество будет тех, которые не будут урезать футболистов. Уже урезал «Спартак» на 40%, «ЦСК», по моей информации, на 40%, «Динамо» была информация, также «Рубин» на 50%, «Зенит» на 50% урезал, но возникает один вопрос. Было два обращения президента, и как быть с этим? В связи с этим, мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением заработниками их заработной платы. Быть может, именно с этим связано то, что пока РФС никак не задумывается о том, чтобы урезать зарплату главным тренером сборных команд и, самое главное, главному тренеру национальной команды Станиславу Черчасову. Быть может, он выступит здесь с инициативой. На мой взгляд, это был бы сильный и правильный ход. Еще один очень важный момент, о котором мне бы хотелось сказать по итогам общего собрания, о котором и этой информации пока не было в прессе. И есть определенные трудности со статусом футболистов, у которых заканчивается контракт, либо заканчивается аренда по окончании текущего сезона в тех рамках, которые он был запланирован, ну, 31 мая. Кроме того, есть вопросы с теми футболистами, у которых уже подписан новый контракт с новым клубом, с 1 июля, что будет с ними. Но и самое важное, что есть договоренность между клубами, и джентльменская договоренность, о том, что те футболисты, которые будут разрывать контракт, воспользовавшись непростой экономической ситуацией, то этих футболистов приглашать в другие команды, во всяком случае в летнее трансферное окно, не будут. А что же сами футболисты? Сами футболисты, я смотрю, придумывают различные челленджи, но дело уже пошло на спад. Ведут прямые эфиры в Инстаграме. Ты принадлежишь Зениту, поэтому это они в первую очередь должны решать, чтобы мы закрыли. Конечно, Закеш, я бы с радостью мог что-то ответить, но нам нужно третьего подключить к кому-нибудь из руководства Зенита, чтобы они нам только помогли. Не-не-не, подожди, хорошо. Вот смотри, нас сейчас смотрят 3000 человек, и сейчас я копну инсайда одного. Давай, давай. Расскажи нам, пожалуйста, Александр, а прошел слушок такой легкий, легкий, где-то зимы, наверное, в начале зимы, что-то там Челси, Кокорин, Кокорин, Челси, было ли что-то? Было ли, было? Вот просто так. Ты просто наброй сейчас и все, и мы больше не будем вспоминать. Просто скажи. Нет, подожди, вот так, скажи. Челси, Кокорин, что-то было, или не было ничего? Как тебе сказать это? Ты говоришь, легкий случай. Ну, что-то, что-то, что-то хотя бы. Нет, нет, Кеш, конкретники никакого не было. Разговоров много было, то есть многие, которые звонили, просто узнавали ситуацию, как все у тебя происходит, что там будет. Надо больше, давай мы оставим это, потому что сейчас мы скажем, и потом напишем. Пусть люди волнуются. Люди пусть. Ну, потому что. Мне повезло, я случайно услышал, случайно здесь шел, возле дома из-за забора кто-то подкинул, но голос не нужен. Да, да. Кокорин, конечно, чемпионат Белоруссии. За тренировки не может встать. Тяжко было? Бегал по лестницам. Сколько этажей бегал? 90. 90? 90? 90 этажей? Нет, 100 получилось. В целом. А, 100? 100 этажей пробежал. Перележит и не может даже в душ сходить. Бедненький мой. Хорошо, что я не спортсменка в нашей семье. Ты за жир отвечаешь. Что с тренерами? Тренеры также не сидят без дела. Вот Виктор Гончаренко завел себе инстаграм. Игорь Шалимов прославился во время своего предыдущего батла с Олегом Конаном. А теперь посмотрите на это фото. Ну, вот если бы ему еще в руки дать... Ну, впрочем, не надо ничего в руки давать. Просто очень такое любопытное фото. Но главное, это не в том, кто сколько будет зарабатывать. И в том, кто как проводит свои вечера и ночи. Главное, это в том, когда возобновится. И при каких обстоятельствах. И главное, где, в какой локации возобновится сезон. У меня есть предложение. Ну, вот смотрите, что происходило в Англии. И что происходит. Насколько я понимаю, сейчас прорабатывается вариант, если этот инсайт верен, чтобы в определенной узкой локации закрыть все клубы. И доиграть этот чемпионат без зрителей. Вы знаете, любопытное предложение. В том смысле, что если не доигрывать, то клубы и лига получат гигантские убытки. У нас эти убытки будут не столь велики. Потому что спонсорский контракт с Тинькофф 300 миллионов в год. Ну, соответственно, за весну, если брать четверть чемпионата, то это менее 100 миллионов рублей. Что касается дохода у телевидения, то за год он составляет полтора миллиарда рублей. Я думаю, что суммарно, если мы прекратим чемпионат, то суммарный убыток РПЛ будет что-то около полумиллиарда рублей. Не такие большие деньги. А вот все, что касается спонсорства индивидуального у футбольных клубов с авиакомпаниями, с букмекерскими компаниями, с энергетическими компаниями, я думаю, что там убытки будут достаточно серьезные. Именно поэтому возобладало на общем собрании точка зрения доиграть, а не только из-за позиции УЕФА. Именно поэтому сейчас и клубы рассматривают различные варианты. У меня есть предложение доиграть этот сезон в Краснодаре. Что я имею в виду? Вот мое предположение, что даже после того, как угроза пандемии спадет, но окончательно не закончится, я полагаю, что есть риск того, что матчи чемпионата России все-таки будут доигрываться, наверное, без зрителей. В Краснодаре есть два стадиона, которые подходят для матчей РПЛ. Это стадион Сергея Галецкого и стадион, где ранее играл футбольный клуб Кубань. Я надеюсь, что там не разрушилось все. И есть еще шанс сыграть в футбол. Есть база футбольного клуба Краснодар, где около 10 полей, на которых могут тренироваться в разное время все 16 клубов. Есть, я уверен, что в Краснодарском крае есть определенное количество гостиниц, домов отдыха, где могут разместиться клубы РПЛ. Разумеется, я знаю, что в Краснодарском крае распоряжением губернатора до 1 июня введен запрет на бронирование номеров в гостинице. Но речь идет о дате 1 июня. У нас возобновление чемпионата уже идет в июне. Поэтому можно бронировать, можно договориться, но делать это нужно сейчас. Я слышал скептические ваши отзывы на вот эту мою идею во время предыдущего стрима о том, что как же справиться с этим РПЛ. Я разговаривал с коллегами. Но если мы не верим в РПЛ, хотя вот то, что произошло с проектом структуры календаря, где достаточно четко 4 варианта клуба получили, заставляет мне говорить о том, что в этом смысле РПЛ напряжется и справится. Но если вдруг нет, то есть опыт Сергея Галецкого, который руководил крупной компанией, у которого есть магазины, я думаю, что во многих дворах городов России. Поэтому если есть какие-то вопросы, то можно обратиться к нему. Еще раз, тренд на то, чтобы заканчивать чемпионат, обнулить его, и здесь инициатором этой истории был президент Урала Григорий Иванов. Тренд сломлен, чемпионат будет доигран. Я желаю всем здоровья и приходите на мой вечерний стрим. Будем говорить о русском футболе. Всем пока!